всем привет если вы меня сейчас слышите это значит только одно что вы со мной на правильном канале на канале где мы для вас приготовили очень много интересной информации из сети согласись часто случается что люди с которыми ты не виделся десятки лет и даже не знал как сложилась их судьба вновь появляется на твоем жизненном пути история которая произошла с амандой скорбина ти больше похоже на сюжет какого-то драматического фильма нежели на реальность сейчас все знают ее как 38-летнюю жизнерадостную лучезарную красавицу из нью-йорка однако мало кто догадывается через какие испытания пришлось пройти ей в жизни и какой сюрприз ждал ее спустя долгие долгие годы в январе 1977 года маленькой аманде было всего три месяца от роду девочка получилась сильные ожоги от домашнего парового испарителя и ее мигом доставили в педиатрическое отделение медицинского центра албани нью-йорке там врачи сделали все возможное чтобы спасти малютку была среди медперсонала женщина которой аманда обязана жизнью обычная медсестра выходила и выненчила малышку когда там находилась в больнице эти старые черно-белые снимки единственное напоминание о тех былых днях когда аманда находилась на волоске от смерти следствие сильнейших ожогов лицо аманды было сильно искажено поэтому сверстники часто издевались и подшучивали над ней когда девочка прибегала домой вся в слезах то очередной от очередной выходки других детей она доставала эти фотографии и часами разглядывала их неподдельная любовь и нежность с которыми держит молодая симпатичная медсестра маленького ребенка давали аманде силы двигаться вперед и не обращать внимание на обидчиков ведь нужно иметь огромное сердце чтобы с такой заботой относиться к чужому ребенку надо мной постоянно издевались в детстве ведь я вся была изуродована ожогами я могла часами смотреть на эти фотографии говорить с изображенной на них женщиной хотя я даже не знала кто она делится воспоминаниями аманда когда манде стукнуло 38 лет она решила найти ту самую медсестру со снимков для этого женщина воспользовалась всемирной паутиной развести у себя на странице facebook эти черно-белые фотографии она попросила всех друзей поделиться ими новостной ленте чтобы ускорить поиски аманда кратко написала историю этих кадров и обратилась в общественности с просьбой откликнуться если кто-нибудь что-нибудь знает о милосердной медсестре результаты поиска не заставили себя ждать один мужчина узнал в той молодой девушке со снимков свою бывшую коллегу как выяснилось что имя разыскиваемой сью сьюзенбергер дальше дело оставалось за малым долгожданная встреча медсестры и бывшей пациентки состоялась все в том же месте в медицинском центре албани в нью-йорке спустя 38 лет аманда и сью не могли держать сдержать слез когда увидели друг друга я помню эту маленькую пациентку как сейчас говорит сьюзенбергер она была особенной вела себя так тихо и умиротворенно совсем не так как остальные дети в которых недавно прооперировали при встрече аманда поделилась со сьюзен чудесными воспоминаниями о том как один лишь взгляд на полные нежности снимки были для нее спасательным кругом в море обид и насмешек вы даже не знаете как помогали мне всю жизнь слезах признала женщина которую чудом спасли 38 лет назад сейчас лицо аманды выглядит вполне приемлемо помогли многочисленные пластические операции однако одна никогда не забудет что именно давала есть силы выставить все эти долгие годы она благодарна той медсестре за неслыханную доброту и сострадание который к сожалению проявляет далеко не каждый ну что же на это у меня все более детальной информации есть на нашем сайте так что подписывайтесь раскидывать это видео вашим друзьям и близким и если вы сошли эту историю интересной с вас пожалуйста лайк услышимся всего вам самого хорошего